МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас в гостях исполняющий обязанности начальника отдела развития физической культуры и массового спорта Министерства спорта Алтайского края Евгения Катенева. 25 районов края, но всего ведь у нас их 59. По какому принципу территорию отбирали? 25 районам края повезло заслуженно. Мы ежегодно составляем рейтинг внедрения комплекса ГТО среди муниципальных образований Алтайского края. Именно по нему определялось преимущество, кому в этом году перепадет площадка, кому нет. Поэтому-то составился список из 25 районов, которыми удалось первыми поставить площадки. В следующем году их будет 13, в 2020 году, потом 8, 9 и 8. Рейтинг ГТО, то есть там наиболее активно люди участвовали именно в сдаче норм? Да, безусловно, те, которые регистрировались, те, которые приходили и начинали выполнять комплекс, и те, которые получили знаки отличия – золотые, серебряные и бронзовые. Ну, правильно понимаешь, что вот эта работа, она началась еще в прошлом году, и первые площадки уже появились тогда? Первые площадки, оборудование для первых 25 площадок поступило к нам в 2019 году. Нам удалось установить их в двух районах – в Ребрихинском и Павловском. Остальные площадки за погодных условий мы устанавливали только в этом году, в весенний и летний период. Но эти площадки еще не случайно, видимо, называют площадками для ГТО, то есть там теперь и будут проходить вот эти соревнования? Да, безусловно. Не только соревнования, так называемые наши фестивали ГТО, а непосредственно прием нормативов. То есть это ежедневная работа центров тестирования, муниципальных центров тестирования. Безусловно, эти площадки в помощь и для подготовки к выполнению комплекса для населения, и для самих приема и испытаний. Почему именно ГТО, островки ГТО? Потому что сам комплекс, он состоит из набора элементов. Давайте мы сейчас комплекс на экран выведем, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Вот такой он по территории достаточно масштабный, очень много всевозможных. В 2019 году была размером 315 квадратных метров с резиновым покрытием, и она представляла собой комплекс турников, тренажеров, брусья, баскетбольное кольцо, стол для настольного тенниса антивандальный. И несколько вот именно элементов, которые именно для ГТО – это и мишень для выполнения образка, это и всевозможные приспособления для испытаний ГТО, сгибания-разгибания рук в упоре, лёжа, на гибкость. И вот именно поэтому-то… Ну, тут я вижу по центру это столы для тенниса, да? Столы для настольного тенниса, да. Ну, в общем, такая, достаточно сказать, разнообразная, на любую физическую форму и возраст, видимо, да? Да, конечно. Насколько площадки востребованы? Или сейчас из-за пандемии, как бы, людей увидеть там практически нереально? Даже в условиях пандемии наше население же сложно от чего-то удержать. Тем более, когда красивая современная площадка, конечно, хочется зайти и попробовать, особенно детям. Поэтому, ну, без ложной скромности, боюсь, конечно, кого-то не назвать и обделить вниманием. Но, безусловно, первые, когда установились в прошлом году в Ребрихинском районе, это был просто поток населения, в Павловске то же самое. Ну, а в этом году можно отметить и Немецкий район, и Поспелихинский район, и Бийский, и Залесовский, и Кулундинский, и Усть-Калманский, и Черыжский. То есть население активно участвует в жизни своего села, своего райцентра. И когда что-то появляется интересное, современное, красивое, безусловно, хочется же сразу и попробовать. Ну, да, главное, чтобы ценили, берегли, ухаживали. А вот 3 миллиона рублей, это федеральные деньги, от районов какие-то еще вложения требовались? От района потребовались, безусловно, вложения на монтаж и на установку. То есть делала серьезная подготовительная работа для того, чтобы ее установить, постелить резину и сами закрепить тренажеры. Поэтому муниципалитеты, это была часть муниципалитетов. Ну, наверняка это немалые деньги. Как охотно на эту работу шли и выделяли, в общем-то, средства из администрации? Ну, изначально люди, понимая, что вкладывая не так много, кто-то больше, кто-то меньше, они получают объект спорта. Объект спорта достаточно дорогостоящий, он и антивандальный, и очень хорошего качества, и это надолго. Поэтому не было таких проблем, что у нас нет денег, и мы не будем ставить. Никто не отказался из тех 25 районов, которые были определены по рейтингу. Ну вот, кстати, про то, что объект достаточно дорогостоящий, вы уже сказали. Появилась информация, не знаю, насколько она действительно достоверная, но вот якобы многие из этих тренажеров гораздо по цене выше рыночной. Можно ли как-то повлиять на закупки и сказать, давайте везите нам вот это, а не вот это? Ну, я прокомментирую следующим образом. В прошлом году, так же, как в общем-то и в этом году, мы зашли в совместные торги. Совместные торги проводятся Министерством спорта Российской Федерации, определяется организация, которая непосредственно проводит торговые процедуры. Мы на основании соглашения вступаем в совместные торги. И техническое задание составлялось также вот этим полномоченной организацией, аналогично Министерством спорта региона. И техническое задание, которое было составлено, оно составлялось, безусловно, под контролем Министерства спорта. Поэтому, заходя в совместные торги, мы, конечно, надеялись и рассчитывали на то, что тот инвентарь, который к нам придет, он придет, во-первых, своевременно, и, во-вторых, он придет хорошего качества. Это была основа, почему мы приняли такое решение. Поэтому цена, безусловно, конечно, важна. Но каждое качество стоит свою цену. Поэтому то качество, которое сейчас у нас, оно очень хорошее. Уж сколько оно стоит? Но столько стоит, так сложились торговые процедуры. Кто предложил меньшую цену, тот выиграл контракт, и тот и поставлял оборудование для порядка больше 20 регионов Российской Федерации. Ну, еще одна информация, тоже не самая положительная, которая в СМИ появилась, опять же, о ее достоверности говорить сложно. Якобы площадки сами по территории стали меньше, количество тренажеров сократили. С чем вот это связано? Ну, с чем связано, я не знаю, потому что истина совершенно другая. В другом? В другом. Потому что техническое задание текущего года, 20-го, оно предусматривает площадку в 352 квадрата. То есть если в прошлом году 315 квадратных метров, то она уже на 35 квадратов больше. Мало того, комплект тренажеров иной. Иной он почему? Потому что в прошлом году, в конце года, после того, как мы уже получили вот это оборудование на 25 площадок, в Министерство спорта были внесены изменения в тот приказ, который утверждал перечень комплекта. И количество позиций уменьшилось, но при этом многие позиции, две единицы, три единицы, то есть то, как будет выглядеть площадка текущего года, мы увидим тогда, когда она придет. Ну, исходя из того, что она больше, но она будет во многих моментах другая. То есть если в прошлом году у нас был стол для настольного тенниса, было баскетбольное кольцо, то в этом году, опять же, вернемся к теме ГТО, там в новой площадке предусмотрен помост для гирей, сектор для прыжка в длину, это тоже предусмотрено комплексом ГТО. Поэтому я вам хочу сказать, что она будет другая. Но мы очень рассчитываем на то, что она будет не хуже, чем в текущем году. А работа сейчас по установке площадок уже ведется, или мы их ждем? Тринадцати вы имеете в виду. В настоящее время проходят торговые процедуры. Торговые процедуры в этом году, они не очень гладко у нас проходят, опять же, совместные. Проводит Республика Мордовия. Несколько они затянулись, но мы надеемся, что все равно в этом году все случится, и мы их сможем привезти и увезти в 13 наших районов, которые опять же... Пока, наверное, только увезти, да, судя по тому, как все продолжается по времени, да, уже там и зима. Да, все будет зависеть от времени, конечно, когда мы их получим в Алтайский край. Потому что неоднократные уже переговоры велись с главами администрации вот этих 13 районов, они готовы их устанавливать хоть сейчас. То есть территорию подготовили, да? Осталось только оборудование получить? Но территорию как бы нет еще, потому что это определенная процедура, подготовка основания, это нужно знать конкретные размеры, длину, ширину, требования завода-производителя к монтажу и так далее. То есть это чуть будет позже. Но мы вот все с вами говорим про сельские территории, а районы края, вернее, города края попадают в эту программу? На текущий момент в рамках тех средств, которые сейчас определены федеральным проектом, пока нет. Те 59 районов, 59 площадок, они у нас расписаны до 2023 года, но тем не менее мы претендуем на еще точно такое же количество спортивных площадок, которые мы можем получить от федерального министерства в случае нашего успешной реализации проекта. То есть если мы будем все делать вовремя, все в срок, в соответствующем качестве, то мы можем претендовать еще на малые спортивные площадки, и тогда, безусловно, мы будем рассматривать возможность выделения и в города, особенно в малые города. Олейск, Заринск, Яровой, Славгород и так далее. Ну то есть если случится, это не раньше 2023 года, я так понимаю. Ну, федеральный проект, он же, это же такой процесс не статичный, то есть это постоянно кто-то что-то не успел сделать, федеральные деньги перераспределяются. То есть когда это случится, счастье для нас, оно время покажет. Ну давайте в целом поговорим о спортивной жизни Алтайского края, которая, к сожалению, тоже приостановилась, как и культурная, да и, в общем-то, наша в целом жизнь, да, из-за пандемии, и всем понятно. А когда все вернется в привычное русло, есть ли какой-то план выхода из карантина? Или сейчас об этом, сейчас тем более, об этом говорить сложно? Сейчас тем более, последние дни говорить об этом сложно. Планы, безусловно, у нас есть. Планы каждый практически день, они у нас корректируются. Раньше мы, буквально еще неделю назад, мы ждали, когда коэффициент заразившихся будет 0,8, и тогда мы можем выйти на второй этап, и тогда говорить уже и о приеме нормативов ГТО, и рассматривать занятия в спортивных залах. Сейчас, к сожалению, ситуация совсем иная, совсем иная. Поэтому с каждым днем надежда на то, что мы сможем День физкультурника встретить, как обычно, как нам и положено, на спортивных площадках, она, к сожалению, тает. Будем надеяться до последнего, мы готовимся, мы готовимся, муниципальные образования готовятся к тому, чтобы провести фестивали, конкурсы, праздники. Ну да, у нас на экране фестиваль людей пожилого возраста. Пока, к сожалению, надежда, надежда тает. Они ведь ждут. Они ждут, мы все сами ждем. На сегодняшний день, вот что разрешено на площадках спортивных заниматься? Я знаю, что некоторые фитнес-центры вышли на открытый воздух. На открытый воздух можно, до 15 человек, соблюдение всех необходимых мер безопасности, с расстоянием друг от друга сположены. Светские тренировки по-прежнему тоже сохраняем. На улице. На улице, да. В спортивный зал пока, к сожалению, нельзя. И на тренажерах пока тоже нельзя. Это все будет второй этап. Ну что ж, хотелось бы сказать на этой позитивной ноте, но, к сожалению, как-то это весьма сомнительно. Нет, но мы же можем сказать о другом, что когда мы выйдем наконец-то из пандемии, 25 площадок у нас уже будут стоять. И население края, безусловно, сможет уже на них активно заниматься. И будем строить еще оставшиеся. Вот на этой позитивной ноте мы завершаем нашу беседу. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо вам. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности начальника отдела развития физической культуры и массового спорта Министерства спорта Алтайского края Евгения Катенева. Спасибо.